Урок восьмой. Задача первая. Отрезок, длина которого равна n, разделен произвольной точкой на два отрезка. Надо найти расстояние между серединами этих отрезков. Допустим, отрезок, длина которого n, разделен на два, возможно, неравных отрезков. Отметим середины этих двух отрезков. Надо найти расстояние между серединами этих двух отрезков. Давайте обозначим вот это расстояние за х. То есть длина первого отрезка 2х, а длина второго отрезка 2у. Значит, длина всего отрезка равна n. Значит, 2х плюс 2у. 2х плюс 2у. Это n. А надо найти расстояние между серединами. То есть х плюс у. В два раза меньше, чем n. Значит, ответ в этой задаче n, деленное на 2. Это расстояние между серединами этих отрезков. Задача вторая. Отрезок длины n разделен на 6 равных частей. Надо найти расстояние между серединами крайних частей. Допустим, вот это отрезок. И он разделен на 6 равных частей. Значит, длина каждой такой части n, деленное на 6. А надо найти расстояние между серединами крайних. Если n, деленное на 6, разделить пополам, будет n, деленное на 12. А если взять два раза, n, деленное на 12, да плюс n, деленное на 12. Получится n, деленное на 6. Значит, здесь n, деленное на 6, n, деленное на 6, n, деленное на 6 и n, деленное на 6. И здесь тоже два раза n, деленное на 12, это n, деленное на 6. Значит, ответ 5 шестых n. 5 шестых умножить на n. Вот такое расстояние между серединами крайних отрезков. Задача третья. Отрезок 48 см разделен на 4 неравных отрезка. Расстояние между серединами крайних 38 см. Надо найти расстояние между серединами средних отрезков. Давайте точками покажем отрезок, длина которого 48 см. И он разделен на 4 неравных отрезка. Допустим так. Надо найти расстояние между серединами средних. Вот это расстояние надо найти. Расстояние между серединами средних. Известно, что расстояние между серединами крайних. Здесь если разделить пополам, здесь разделить пополам. Вот известно вот это расстояние. Это 38 см. Кроме того, известна длина всего отрезка. 48 см. Значит, можно сказать, чему будет равно расстояние от середины крайнего до этой точки. И плюс вот это расстояние. Это 48 минус 38. Можно обозначить, например, за х длину вот этого отрезка. Значит, здесь тоже будет х, потому что крестиком была обозначена середина. Так. А здесь обозначим за у. Это у. И здесь, допустим, тоже у. Ну, вот и получается, что х плюс у – это 48 минус 38. То есть 10 см. х плюс у. Ну, а теперь давайте найдем длину двух средних отрезков. Значит, из 38 надо вычесть х и у. х плюс у – это 10. Значит, 38 минус 10 будет 28. Значит, длина двух средних – это 28 см. А расстояние между серединами в два раза меньше. Значит, ответ в этой задаче. 28 надо разделить на 2. Получится 14 см. Таково расстояние между серединами средних отрезков. Периметр квадрата – 24 см. Периметр – это сумма длин всех сторон. У квадрата 4 равные стороны. Зная периметр, можно найти длину одной стороны. 24 делить на 4 будет 6. То есть 6 см – сторона квадрата. Надо найти площадь квадрата. 6 в квадрате. 6 умножить на 6 будет 36 см. Задача пятая. Дан отрезок АВ. Найдите на прямой АВ все такие точки С, для которых СА – это удвоенная длина отрезка СВ. Сколько таких точек? Давайте рассмотрим два варианта расположения точек. Когда точка С находится между точками А и В. И когда она находится не между этими точками, а точка В, между А и С. Допустим, это точка А, точка С, точка В. СА, вот этот отрезок СА, равен удвоенному отрезку СВ. Это первый вариант. Второй вариант – это точка А, точка В, точка С. Значит, отрезок СА, или АС, равен удвоенному отрезку СВ. Вопрос – сколько таких точек? Ответ – две такие точки. Возможно, два варианта расположения точки С. Субтитры создавал DimaTorzok